Уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена работе с личными кабинетами с единым налоговым счетом. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть нашу электронную почту, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. То есть если вам по какой-то причине оказалось неудобным время проведения вебинара или вы не смогли досмотреть, например, до конца, то вы можете немного позже вернуться на сайт и посмотреть его в удобное для вас время. Мы размещаем записи наших вебинаров и, соответственно, там много и другой информации, которая может вас заинтересовать. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант Нагалитика ДНС Гардышева Галина. И поговорим мы сегодня, в общем-то, о нескольких новых моментах. То есть мы поговорим про изменения, которые произошли уже после Нового года в едином налоговом платеже, в увеномлениях. Поговорим, что изменил этот новый подход и какие у нас теперь есть неожиданности. Как сменились штрафные санкции с этого года, точнее, сменились-то они с прошлого года, но что у нас сейчас есть по штрафным санкциям в этом году? Что такое новая методика, где она применяется и кому она грозит? И еще затронем с вами вопрос, когда нужно заново выполнить регламентные операции, несмотря на то, что вы вроде бы все как сделали своевременно и все подали. Ну и еще поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. То есть начнем мы с нормативной информации, мы будем ее смотреть на слайдах и будем параллельно переключаться на демо-базы. Сейчас я вот так вот переключусь. Вы сейчас видите демо-базу ERP и будем смотреть по ERP то, о чем мы с вами поговорили, так сказать, в теории. И пару раз мы с вами еще, так сказать, немножко отличемся на конфигурацию бухгалтерия, потому что с ней связано то, о чем мы будем говорить по нормативным, так сказать, документам. И я сразу хочу обратить ваше внимание на какой момент. Как вы знаете, у нас и с этого года есть новые формы документов регламентированных, которые мы обязаны будем применить. И в прошлом году было много новых форм. То есть, соответственно, если вы начинаете работать, например, с каким-то из сервисов по закрытию месяца или по формированию каких-то итоговых начислений или уведомлений, вам нужно в первую очередь обращать внимание на актуальность вашего релиза, вашей конфигурации. Посмотреть практически во всех конфигурациях, какой у вас релиз мы можем, вот по такой пиктограммке. Если мы по ней переходим, то интересовать нас будет пункт о программе. Пиктограмма, вот такая буква и информация в кружочке. И когда мы открываем, мы с вами видим в первой строке, это информация о платформе, какой релиз платформы у вас установлен. И немного ниже, вот у нас информация о релизе самой конфигурации, то есть той, в которой вы работаете. В нашем случае мы с вами будем смотреть на релизе 2.5.15. Это один из самых последних релизов. Он был выпущен 23 января текущего года. А вот бухгалтерия у нас будет немножко более старая, потому что нужно будет показать, в чем же изменилась разница. Но, тем не менее, первое, с чего нужно начать, это, естественно, с проверки актуальности. Потому что, если у вас не актуальная версия, то вам либо потребуется время для того, чтобы ее обновить до последних версий, либо в режиме ручного редактирования ручками исправлять текущие формы. То есть не всегда это можно сделать, потому что отличается не только форма печатных бланков, то есть печатные формы, но и кодировка самих отчетов тоже будет отличаться. Итак, снова возвращаемся к нашим слайдикам. И немножко, так сказать, нормативной информации, то есть про историю балета. Ну, соответственно, в прошлом году очень многим пришлось переходить на ERP. Собственно говоря, связано это было с двумя причинами. Во-первых, с тем, что очень многие зарубежные айтишные компании попали под санкции. Допустим, мы были вынуждены переходить на отечественное программное обеспечение. Например, кто на САПе работал или там еще какие-то были иностранные программы. И для многих бухгалтеров был шок, потому что ERP имеет свои особенности. То есть у нее не формируются сразу проводки, а формируются по концу месяца. И для многих бухгалтеров это был, ну, скажем так, шок. Потому что были вопросы, что разработчик самой лучшей программы, бухгалтерии вдруг выпустил такое решение и так далее. На самом деле ERP у нас содержит возможность ввести и бухгалтерский, и налоговый, и управленческий, и оперативный учет. Поэтому, естественно, он будет отличаться. Поскольку изменений было очень много не только в программном обеспечении, но и, собственно говоря, законодательные изменения коснулись фактически всего учета, то налоговая инспекция подсуетилась и сделала достаточно интересные настройки у себя на сайте. То есть делала личные кабинеты. Вот про личные кабинеты мы поговорим поподробнее. И сейчас активно, скажем так, активно продолжает развиваться система интеграции. То есть работа напрямую с сайтами налоговых органов. И, соответственно, подключение к личным кабинетам. И, собственно говоря, здесь мы должны отталкиваться от того, что кроме того, что у нас с 2024 года, вы видите, изменяются формы отчетов. То есть будут те формы, которые отмечены на экране. Это у нас по новым формам отчетность будет сдаваться. И будет еще криптировка отчета EFS-1. То есть, соответственно, это у нас персонифицированный отчет. Форма АДВ-1, СЗВК. Ну и сама по себе форма EFS-1. Поэтому нужно сразу разобраться, что вам в этом отношении может предложить нового АДНС. И, собственно говоря, какие неожиданности от нее еще ждать в этом плане. Снова вернемся к слайдику про интеграцию. То есть я хочу напомнить, что интеграция у нас уже работает. Но сейчас интеграция коснулась бухгалтерии и личного кабинета с налоговыми органами. Личный кабинет в части работы с ЕНС. То есть с единым налоговым счетом. Вы видите на экране ссылку, что для бухгалтерии такой сервис уже заработал. И, соответственно, здесь нужно немножко поподробнее рассказать про сам сервис и про взаимодействие с АДНС. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашему слайду, к нашей демо-базе. И посмотрим вот про что. То есть у нас в ERP, в разделе регламентированный учет, есть вот такой подраздел, который называется 1С-отчетность. И здесь у нас есть еще один раздел, это единый налоговый счет. То есть наша сегодняшняя встреча, в общем-то, посвящена вот этим двум подразделам. В едином налоговом счете, вы видите, у нас есть раздел начисления, уведомления, корректировки расчетов по налоговым изгурам. И два таких не очень понятных пункта, помощник перехода на единый налоговый счет и личный кабинет ИНС. Так вот, собственно, в какой связи находятся эти два блока? То есть 1С-отчетность, это у нас не только название подраздел, но это еще и название сервиса. То есть в 1С есть сервис 1С-отчетность. Если я, например, перехожу вот в этот раздел, то при запуске, например, вот я открываю журнал в своих отчетных документах, у меня программка себя хвалит и говорит, какая она умница, и что вот он, этот сервис 1С-отчетность, и что он из себя представляет. Более подробно мы можем по ссылочке почитать, а подключиться тоже можно по ссылке. То есть здесь даже нет необходимости IT-специалиста привлекать. Здесь все достаточно просто. Смысл этого сервиса в том, что он позволяет напрямую подключаться к сайту налоговых органов и, соответственно, напрямую на сайте уже пользоваться либо личным кабинетом, либо какие-то другие действия производить. Ну, собственно, напрямую подключаться к сайту налоговых инспекций. И, соответственно, в этом случае у нас получается, что операторы ТКС нам не нужны. То есть если раньше мы сдавали отчетность через операторов, то есть подготовили отчетность в программе, выгрузили ее в файл, этот файл передали оператору ТКС, оператор ТКС уже сам ее передавал в налоговые органы и потом, соответственно, в обратном порядке нам среднее подавал, то теперь такой необходимости нет. Подключиться мы можем напрямую. И вот именно возможность подключения напрямую дает возможность работать и с другими сервисами, которые появились. То есть мы сейчас этот сервис посмотрели. Если у вас будет интерес, вы можете сами подключиться, поподробнее прочитать. А сейчас мы вот с вами отсюда вышли, и мы видим журнал, то есть отчетность, которую я уже отправила, которую я уже подготовила. То есть все у меня это уже в работе. Соответственно, в демо-версии я не подключалась напрямую по одной простой причине, потому что для подключения один из отчетностей мне необходимо заполнить определенные регистрационные сведения. Мы к этому чуть-чуть поподробнее позже вернемся, посмотрим, как это происходит. Но сейчас мы видим просто журнал, который я традиционным способом получила, он ничем не отличится от того, что вы, когда получаете напрямую с налоговых органов отчеты, будете видеть, если только вы не подключитесь к дополнительным сервисам. Итак, еще я хотела бы сделать небольшое отступление, чтобы мы с вами посмотрели, как это организовано в бухгалтерии, потому что основное, ну скажем так, значимое изменение по вот этим, по личным кабинетам и по интеграции у нас произошло в бухгалтерии. Несмотря на то, что функциональность и в ERP, и в бухгалтерии у нас практически одинаковая, методика формирования и проводок, и в принципе работа достаточно отличается. Значит, если мы с вами переключимся на бухгалтерию, то у нас вот с вами конфигурация «Бухгалтерия», и вот здесь у нас уже не очень новый релиз, то есть вот мы с вами будем работать на 132-м. Обращаю ваше внимание, что сейчас уже есть и 149-й, и более поздние версии. Значит, в разделе «Отчеты» у нас с вами есть, вот он, раздел 1С «Отчетность». И здесь точно так же, как мы с вами смотрели у ERP, у нас есть общий журнал отчетов, то есть регламентированные отчеты, уведомления, сообщения, письма, сверки и так далее. То есть и есть личные кабинеты. То есть, в принципе, функциональность и в бухгалтерии, и в ERP у нас практически одинаковая. Другая компоновка и, соответственно, другой принцип работы. Снова возвращаемся к нашим слайдам. И теперь поговорим немножко вот о чем. Значит, у нас с Нового года, кроме новых форм отчетов, которые вот мы с вами посмотрели, какие у нас будут формы отчетов новые, у нас еще произошло одно изменение. У нас достаточно сильно уже в 2024 году изменились требования по работе с НДФЛ, то есть с подоходным налогом. В обязательном порядке с 2024 года мы должны подавать два уведомления. То есть раньше подавалось одно уведомление об уплате налогов, а сейчас подается два. То есть за период с 1 по 22 число. И обратите внимание вот на что, на котировку уведомления по ИНП. То есть у нас изменились коды расчетных периодов. И для НДФЛ они у нас будут выглядеть вот таким образом. То есть за период с 1 по 22 число. Кодировка будет 0,1, 0,2, 0,3 и так далее. То есть за 1, 2, 3 месяц квартала. И за период с 23 по последнее число месяца. Будет кодировка 11, 12, 13. То есть за 1, 2 и 3 месяц квартала соответственно. В остальном именно коды отчетных периодов у нас не меняются. То есть декларация в других отчетах. 21 это первый квартал, 31 это второй. 33 соответственно 3 и 34 это четвертый квартал. То есть в связи с такими изменениями у нас произошли изменения некоторые и в программе. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик. Собственно мы с вами его уже видели, когда смотрели ERP. То есть раздел регламентированный учет. Мы с вами посмотрели 1С отчетность и раздел единый налоговый счет. Вот они наши начисления, уведомления, корректировки расчетов по налогам и помощник перехода на ЕНС. Обратите внимание, вот этот скрин сделан с предыдущего релиза, не с самого последнего. И здесь у нас последний пункт помощник перехода на ЕНС, то есть единый налоговый счет. Сейчас мы с вами переключаемся на демобазу. И на демобазу уже ERP. Вот она у нас. И соответственно регламентированный учет. У нас в разделе единый налоговый учет есть помощник перехода на ЕНС и личный кабинет ЕНС. То есть это не совсем одно и то же. И собственно чем нам может быть полезен помощник перехода на ЕНС. Если мы с вами переходим на ЕНС, у нас будет немножко другой интерфейс. Вот такой интерфейс будет при активации помощника. И собственно говоря, как вы видите, здесь есть несколько действий. То есть если мы проваливаемся по гиперссылке, данным допустим, пишем, то соответственно мы проверяем, какие у нас взаимозачеты с налоговыми органами. Мы проверяем соответственно по пунктам каждый пункт. И если у нас был зачет авансов, то смотрим зачет авансов. И нижняя панелька записи у нас показывает, что мы выполнили, что необходимо там посмотреть или то, что выполнено с ошибками. У меня соответственно зачет авансов выполнен с ошибками, потому что у меня сведения придуманы. То есть они не корреспондируют, например, с начислениями налогов или выплатой заработной платы. Просто показать изменения интерфейса. Но более подробно мы можем справку почитать, если перейдем вот по этой ссылке. Если перейдем вот по такой ссылке. Но тем не менее, это справка, которая у нас доступна в разделе ИТС. То есть мы можем почитать более подробно, если вы столкнулись с необходимостью, например, перехода на работу в ЕРП именно с этим блоком, то есть с ЕНС. Потому что достаточно у многих была связка, что в ЕРП велись оперативные сведения, то есть ввелся оперучет, а регламентированный ввелся по старой памяти в бухгалтерии. Но, в принципе, сейчас от этого многие уже отказались, поскольку блок регламентированного и налогового учета в ЕРП, в общем-то, очень хорош и позволяет экономить много времени. Это во-первых. Ну, а во-вторых, позволяет вести раздельный учет по ИТСу. Итак, снова мы с вами возвращаемся к нашим слайдикам. То есть я показала просто отличия, которые есть в релизах по ЕРП. То есть, чтобы вы не пугались, то есть функционал-то у вас весь есть, просто у вас может быть либо старый, либо новый релиз конфигурации. А теперь мы с вами продвигаемся немножко дальше. Это вот сейчас здесь вы посмотрите, то, что мы уже ручками потрогали на демоверсии. Вот у меня выделено красным, ну, как бы основные этапы большого пути, где находится раздел, на что нам здесь надо обращать внимание, то есть на динамику все ли выполнили при переходе на ИНС. И следующая картинка, следующий слайдик нам показывает, как переходит, как подключить помощника и личный кабинет. То есть на самом деле, когда мы с вами работаем в программе ЕРП, у нас возможность переключиться в личный кабинет. Сейчас мы снова вернемся сюда. Так, нам здесь это уже не нужно. Мы это закрываем. Нет, продолжить работу. И вот это закрываем. То есть вот я на данный момент хочу подключить себе возможность работы с единым налоговым счетом через личный кабинет. Обратите внимание, что личных кабинетов у нас в программе несколько. При этом у нас есть личные кабинеты, которые касаются и работы с другими фискальными учреждениями, не только с налоговой инспекцией. Ну и, соответственно, есть еще личные кабинеты сотрудников, которые позволяют работать с сотрудниками без того, чтобы они отвлекали бухгалтера. То есть личный кабинет сотрудника сделан для того, чтобы работники предприятия могли получить сведения, например, о расчетных листках, справке по МДФЛ самостоятельно, то есть не дергая бухгалтера. А вот с личными кабинетами давайте немножко разберемся. Когда мы с вами переходим в раздел регламентированный учет, у нас с вами есть личный кабинет ЕНС и есть личные кабинеты в разделе 1С отчетность. В чем разница? Если мы переходим в личные кабинеты, которые есть в разделе 1С отчетность, то у нас есть личный кабинет налогоплательщика, либо юридическое лицо, либо ИП. Соответственно, по этой ссылке мы переходим на сайт налоговых органов и там можем свой личный кабинет посмотреть. То есть там у нас указываются сведения об общей задолженности, соответственно, платежи, которые мы видели, которые мы выполняли, начисления каких-то... Ну, то есть все движение взаимоотношений с налоговыми органами мы видим в этом личном кабинете. Чаще всего через такой личный кабинет удобно делать сверки, смотреть там какие-то акты, вести переписку, ну, то есть, собственно, вот в таком формате. Личный кабинет в СФР, то есть это социальный фонд России, бывший ФСС. То есть личный кабинет позволяет посмотреть проверки, акты по проверкам, соответственно, начисление каких-то штрафных санкций, пений и так далее. И другой кабинет, то есть это мы попадем в личный кабинет организации, и еще другой кабинет, тоже СФР, это личный кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности. И практически все социальные выплаты, которые у нас есть, то есть декретные, больничные, тарифы по несчастному страхованию, ну, то есть все, что касается социального обеспечения. Также есть возможность переходить на госуслуги, Росприроднадзор, статистика и Банк России. Обратите внимание, что у СФР у нас с вами есть два кабинета. И еще один кабинет, отдельный от этого, у нас с вами, вот он, личный кабинет для единого налогового счета. То есть это не тот, который позволяет нам как бы проводить любые операции. Это просто личный кабинет на сайте налоговых органов, который функционирует конкретно для работы с единым налоговым счетом. Сейчас мы с вами вернемся, посмотрим слайдик один, а потом вернемся немножко назад к слайдикам, как на него перейти. То есть интерфейс самого личного кабинета по ИНС выглядит вот таким образом. То есть мы видим взаиморасчеты с налоговым, с единым налоговым счетом. То есть какое сальдо, сколько мы должны, в зависимости от того, какие начисления производились в программе. Сколько у нас зарезервировано, например, на уже имеющееся начисление. Ну и, собственно говоря, вся информация по движению налогов. И, как вы видите, здесь целый список гиперссылок, то есть по которым можно перейти и выполнить какие-то другие операции. И после того, как мы начинаем работать с личный кабинет в единый налоговый счет, то нас будут интересовать операции ЕНП, единого налогового платежа. И здесь, соответственно, все движения, которые будут касаться того, как мы платили, что куда было зачтено, как вы видите. И вот такой будет у вас, так сказать, рабочий интерфейс. Но для того, чтобы получить такой рабочий интерфейс, нам необходимо перейти, вот таким образом возвращаемся, перейти к возможности работать с 1С-отчетностью, с сервисом, то есть напрямую обмен с налоговыми органами. Еще раз повторяю, для того, чтобы запустить личный кабинет, нам необходимо активировать сервис 1С-отчетность, то есть прямой обмен с налоговыми органами. А вот для того, чтобы это сделать, нам необходимо зайти в личный кабинет, выбрать юридическое лицо, которое я хочу, ну пусть у меня будет деловой союз, и подключить 1С-отчетность. В этом случае у меня программа запускается интеграция с сайтом налоговых органов, и соответственно, я должна проставить здесь, как вы видите, достаточно много полей с красным подчеркиванием. Красное подчеркивание, как вы помните, у нас это поля обязательные к заполнению. И вот эта подсказочка, то есть контекстная справка, что это такое, для чего это нужно. Ну, в моем случае, естественно, обнаружены ошибки, потому что сведения у меня не реальные, а придуманные. И для того, чтобы в реальном, так сказать, времени подключиться, естественно, здесь должны быть не виртуальные, а реальные данные соответствующих фискальных органов и организаций. еще на один момент здесь обязательно нужно обратить внимание. Ну, во-первых, сколько пользователей будет работать с этим сервисом, то есть однопользовательский режим либо многопользовательский. Здесь сразу надо разобраться. Если у вас подписка ИТС-ПРОФ, то сервис для одного юрлица будет бесплатным. Если у вас ИТС-Техно, то этот сервис будет стоить дополнительные деньги. Дополнительные деньги, в принципе, скажем так, абсолютно разумные, не фантастические цифры. Ну, например, по аналогии с проверкой контрагентов, которая стоит 4800 рублей на год, соответственно, разделим на 12 месяцев, получим вполне себе дружественную цифру за месяц. Здесь, в нашем случае, тоже, если нам нужно, чтобы у нас был доступ нескольких человек, то мы должны выбрать многопользовательский режим. И, соответственно, вот программа говорит, что за это нужны дополнительные денежки. И чтобы посмотреть, сколько денежек за это нужно, мы можем переключиться и посмотреть тарифы. Ну, как вы видите, от 1200 рублей, то есть это, в принципе, достаточно дружественная цифра в настоящий момент. Ну, и, естественно, если вы выбрали многопользовательский режим, то вы выбираете пользователей, которые будут иметь у вас доступ к этой программе. Есть еще такая возможность, то есть если вы хотите только посмотреть, то есть не готовы, например, сразу оплатить год, то вы можете перейти вот так в раздел тарифы и выбрать есть такой тариф для тестирования, так сказать, посмотреть, что это из себя представляет, насколько это вам удобно. ну, и, соответственно, если вас все устраивает, если это вам понравилось, то в любой момент можно оплатить дальнейший период и, собственно говоря, пользоваться этим сервисом. Есть еще один момент. Для того, чтобы, ну, во-первых, запустить работу сервиса 1С, отчетность, а, во-вторых, запустить интеграцию с 1С, личный кабинет по ЕНС, вам необходимо проверить, что у вас с подписями. То есть, соответственно, вот у меня сейчас здесь неправильная настройка. То есть, у меня стоит издать новые, как вы помните, новые сертификаты квалифицированной электронной подписи КЭП у нас выдает только налоговые органы. Сейчас, ну, это уже достаточно давно, то есть, сейчас другие органы не имеют права выдавать такие сертификаты. И, например, вот я оставила точку издать новый и пишу получить сертификат электронной подписи. У меня стоит здесь, ну, стоит учебный центр. Но так у меня не получится. То есть, я должна буду выбрать в инспекции ФНС. Но программа, как вы видите, ругается и пишет мне, что виртуально, то есть, дистанционно, я не могу это сделать, то есть, для выпуска КЭП, то есть, квалифицированной электронной подписи. Мне надо посетить налоговые органы и лично оформить эту подпись. То есть, оформление сертификата на КЭП требует личного присутствия. Ну, поподробнее, как это делается, если вы не сталкивались, вы можете здесь почитать, но практически такой порядок действует уже второй год, так что уже, так сказать, шок от этого прошел, и уже все достаточно привыкли к такой системе. Но, тем не менее, на это стоит обратить внимание. Ну, естественно, я могу выбрать использовать существующий сертификат и в этом случае через кнопочку выбрать, то есть, они у меня могут быть записаны где-то в реестрах, и в этом случае я должна указать, где у меня записаны действующие сертификаты. и если мы говорим про новую, то, соответственно, как вы видите, когда я меняю здесь выбор, у меня меняется интерфейс, ну, и, соответственно, заполнить паспортные данные на человека, который будет являться владельцем подписи. и отметочка подключить и до, чекбок ставим, чтобы потом к этому не возвращаться. То есть, соответственно, отправить заявление, если мы используем уже существующий сертификат, и мы можем и виртуально. Если нам нужно издать новый сертификат, то мы берем нужные документы, бежим в налоговую, лично расписываемся в получении токена, и тогда у нас опять будет счастье. Нет, мы не будем сохранить изменения. Сейчас это пока так уберем. И снова вернемся к нашим слайдикам еще раз. Это вот мы с вами посмотрели интерфейс, который у личного кабинета для работы с ЕНС. То есть, еще раз вернемся к нашим демо-версиям. То есть, это мы с вами побывали вот в этих личных кабинетах в разделе 1С отчетность и вот в этом личном кабинете ЕНС, который у нас появился недавно, который, в общем-то, предполагает, что мы работаем с единым налоговым счетом, подключились напрямую к налоговым органам с использованием сервиса 1С отчетности и включили себе личный кабинет. Соответственно, если мы работаем с другими личными кабинетами, то наш первый вход это подключение к сайту соответствующих фискальных органов и настройки, то есть, мы настраиваем доступ и потом переключаемся, в принципе, очень комфортно идет переключение, потому что достаточно в такой личный кабинет, например, все это мы уже послушали, это мы уже все заполнили, прониклись, хотим и пытаемся настроить дальше. То есть, если я перехожу по гиперссылке, сейчас у меня, к сожалению, ничего не получится, поскольку данные виртуальные, но, как вы видите, соединение с сайтом у меня происходит, и у меня сейчас программа требует указать вход в личный кабинет, ну, например, я, у меня есть одно из моих юрлиц, это ИП, то есть, я, соответственно, могу войти и через госуслуги, и по сертификату, по карте, ну, то есть, видите, вариантов, как войти, у меня много, и если я указываю здесь сведения, например, указываю сертификат, то в этом случае у меня дальнейшее переключение, к сожалению, дальнейшее переключение на кабинет будет происходить по нажатию вот на вот эту гиперссылку, то есть у меня с программы я сразу выхожу, минуя всякие другие подключения программы, я сразу попадаю по нужному адресу, абсолютно такая же картина у нас будет и с личным кабинетом по ИНС, и раз уж мы с вами попали вот в этот раздел, то есть раздел 1С отчетность, хочется сказать пару слов про остальные пункты, то есть в общем журнале отчетов мы с вами были, и дальше у нас идет информация по остальным пунктам, вот выведена в верхней линейке меню, ну соответственно это ускоряет обмен уведомлениями, письмами, сверками и так далее, меню настройка просмотрите, потому что здесь собственно говоря информация о том, что у вас настроено и документы, которые вы можете сделать, заявление на подключение к сервису 1С отчетность вы можете отправить прямо отсюда, то есть здесь у вас хранится как журнал отчетов, так же и список заявлений, ну и настройки обмена, если вы скорее всего отправляете отчетность же не только в налоговые органы, здесь мне хотелось остановить ваше внимание вот на чем, то есть на личных кабинетах, в личные кабинеты то, что часто используется, ну скажем так, постоянное использование, это естественно налоговые органы и естественно СФР, то есть это зарплатные налоги и соц. выплаты, но очень важные здесь еще у нас два личных кабинета, во-первых, это кабинет статистики, обратите на него пожалуйста внимание, когда мы переходим по ссылке на портал статистики, вы по своему ИНН можете посмотреть, под какие выборки попали эти страницы, под какие выборки попали организации ваши, то есть в этом году, точнее в конце прошлого года статистика выпустила целый список новых отчетов, в основном отчеты касаются заработной платы, сотрудников, численности и так далее, и соответственно предприятия, которые попали под выборки по этим отчетам, посмотрите, выпишите, что вы должны сдавать и не пропускайте, потому что не пропускайте сроки сдачи, потому что с прошлого года статистика стала реально применять штрафные санкции, раньше у них было больше декларативное, то есть они могли написать, что вы там то-то не сдали или то-то с опозданием по грозить пальчиком, сказать, больше так не делайте, но штрафные санкции не применялись, а с прошлого года применяются уже на постоянной основе и штрафные санкции увеличены, увеличены штрафные санкции не только статистика, мы еще поговорим немножко про штрафные санкции, они увеличены в разы и теперь за нездачу или несвоевременную сдачу отчетностью статистику штрафы до 70 тысяч рублей, при повторном правонарушении эта сумма возрастает до 150 тысяч рублей, то есть согласитесь потратить пять минут на то, чтобы на сайте по своему имену посмотреть, что нужно сдавать и в какие сроки проще, чем заплатить те же 150 тысяч. И еще один момент, это личный кабинет банков, потому что Банк России практически наверное 98% всех работающих предприятий пользуются кредитными продуктами банков. В этом случае у нас банк требует с определенной периодичностью, например, ежемесячно или раз в квартал предоставлять документы, которые подтверждают, что ваша компания реально ведет деятельность, что она устойчива, что у нее есть активы и так далее. То есть проверять безопасно ли предоставление вам кредитных средств. В этом случае мы собираем целый пакет документов, всякие оборотки, балансы и так далее, то личный кабинет Банк России позволяет собрать информацию, которая необходима для обмена с банками. Например, доверенности, машиночитаем доверенности и так далее. то есть это личные кабинеты, которые в принципе достаточно основательно упрощают жизнь и экономят время. А вот макел промахнулся. Ну и естественно личный кабинет это у нас вот один из таких сервисов, только выведен, если можно так сказать, тематически в отдельный блок, чтобы было удобно работать с единым налоговым счетом. Есть еще несколько очень интересных изменений, которые у нас поджидают в этом году и касаются единого налогового счета. Ну, во-первых, давайте напомним, что включается в единый налоговый счет. Какие налоги мы платим через ЕНП? Ну, во-первых, это прибыль, естественно, это НДС и НДФЛ. На НДФЛ обратите особенное внимание, потому что у него было много изменений, и вот в этом году, уже в 24-м году были изменения, во-первых, в части подачи уведомлений, во-вторых, в прошлом году было существенное изменение, что НДФЛ получил приоритетное, так сказать, значение, то есть, если у вас есть по единому налоговому счету вы подали несколько разных уведомлений, то НДФЛ будет списан в первую очередь, а уже в оставшиеся сумма будет распределена на остальные налоги, это надо обязательно учитывать, но сельхозналог, упрощенку, мы тоже через ЕНП платим, имущество и транспортным, но с 24-го года, вы скорее всего эту информацию уже тоже слышали, что через ЕНП будут проходить акцизы, страховые взносы, проценты пений и штрафы по налоговым платежам. Вот, и теперь мы с вами плавно переступаем вот к чему, то есть как мы работаем с единым налоговым счетом, то есть соответственно мы перенесли сальдо по состоянию на 1 января прошлого года, была возможность в тот момент сверить это сальдо и внести свои корректировки. В 24-м году предполагается, что у вас уже выуверенная сальдо и соответственно вы уже имеете достоверные данные. Значит мы рассчитываем налоги, отправляем уведомления в соответственно налоговые органы и если это какие-то местные налоги или отдельные налоги ну соответственно рассчитываем по ним данные и обратите внимание если требуется начислить штрафы и плене то это делается через документ корректировка начислений. Ну и платим соответственно денежки и налоговая распределяет их по нужным КБК. напомню что мы с единым налоговым платежом имеем дело когда у нас то есть уведомления мы отправляем когда у нас по этому налогу не сдается отчетность. Если мы отправляем в налоговые органы декларацию то мы уведомления уже не отправляем. Мы перечисляем деньги на этот наш единый счет распределение налогового органа делают самостоятельно и мы уже только контролируем итог для чего и нужен в общем-то последующий личный кабинет. А вот теперь посмотрите что у нас приключилось в этом году то есть в этом году у нас в январе бухгалтерия выпустила новый релиз который в общем-то изменил методику и в связи с этим было много вопросов и по ERP и по бухучету то есть что у нас изменилось ну во-первых в программе мы ничего не должны делать то есть в программе происходит обычное обновление и все но при этом обычном обновлении у нас происходит вот такая картинка то есть у нас удаляются все движения регистров напомню что это по бухгалтерии за 24 год который мы успели сформировать уже удаляются все движения документов операции по ИНС уведомления и заявления о зачете если такие у нас были 23 год не затрагивается это касается только 24 года и вот после того как вы обновили релиз бухгалтерии соответственно поставили 147 сейчас уже есть 149 ну и выше то после этого желательно выполнить повторить регламентную операцию зачет авансов по ИНС за декабрь 23 года в этом случае у нас все то есть операция сработает и спишутся все остатки по регистрам и закроются в общем-то если вы работаете в связке например ERP и бухгалтерии то такую вещь необходимо сделать ну вы видите здесь расписан алгоритм что произойдет какие проводки сформируются какие регистры закроются если вы работаете только на ERP то соответственно это делать вам не нужно а в ERP другой немножко механизм но если вы работаете из бухгалтерии то нужно иметь ввиду вот такую тонкость еще один момент то есть это у нас начиная со со 147 релиза в бухгалтерии вот этот вот действует порядок и какие изменения у нас приключились то есть у нас теперь специализированные регистры накопления которые были нужны для ведения аналитического учета по ENGES они теперь не используются то есть мы ведем только на счетах бухгалтерского учета а вот обработка закрытия месяца в него добавилась новая операция начисления налогов на единый налоговый счет то есть в этом случае при закрытии месяца формируются необходимые проводки формируется необходимая информация обратите внимание я пропустила здесь специально не зачитывала потому что это уже приключилось и если вы уже делали это обновление то практически вам делать ничего не надо кроме того что мы смотрели на предыдущем слайде что нужно перепровести документы за декабрь прошлого года а вот теперь еще один момент это штрафы то есть штрафы в этом году у нас точнее в прошлом году начиная с прошлого года штрафы были изменены практически почти все почти все штрафные санкции были ужесточены и соответственно это надо обязательно учитывать потому что то что раньше можно было отделаться штрафом тысячи рублей две тысячи рублей пятьсот рублей сейчас порядок цифр уже очень отличается ну то есть за что у вас предприятие может нарваться на штрафы соответственно это могут быть санкции если вы не заплатили налоги то есть вы подали уведомление вы начислили суммы которые вы должны заплатить но вы не уплатили или не полностью заплатили сами предсчитающиеся налоги здесь обратите внимание если у вас на единоналоговом счете был какой-то остаток то есть были какие-то деньги и их списали счет погашения задолженности то это не будет являться нарушением то есть это будет недоимкой если вы не соблюдаете правила учета доходов и расходов в этом случае штрафные санкции вы видите на экране это 120 строка ой господи статья налогового кодекса РФ и здесь важно то что привело нарушение к занижению налога или не привело то есть если привело к занижению налога то это вы заплатите 20% от суммы неуплаченного налога но не менее 40 тысяч рублей а вот дальше у нас пойдут уже очень интересные штрафы которые в общем-то часть из них возникла в прошлом году ну а часть была просто сильно ужесточена то есть если вы не предоставили документы по требованию ФНС во-первых обратите внимание что информацию по контрагентам вы должны в течение 5 дней предоставить если у вас запросили по конкретной сделке документы то у вас есть 10 дней если нарушение строков нарушение строков у вас составило 5000 рублей то если вы не дай бог это повторили еще раз то эти 5000 вырастут уже в 20 тысяч если вы не сдали или сдали не точнее задержали сдачу декларации на 20 дней то это приведет к блокировке счета но мало того что это приведет к блокировке счета вы попадете во все черные списки из которых потом достаточно трудно предприятие исключить вот здесь небольшая ложка меда в бочке дегтя потому что раньше на это выделялось 10 дней а теперь у нас есть 20 дней но на этом приятности заканчиваются и дальше пошли штрафы если вы не выполнили обязанности налогового агента напомню что обязанности налогового агента это в основном касается НДФЛ ну и есть еще случаи с НДС когда вы имеете дело с государственным имуществом то есть в этом случае у нас штраф 20% от суммы неперечисленного налога денежные средства правила работы с кассой это и было в принципе одним из самых дорогостоящих нарушений но на данный момент они уступили пальму первенства воинскому учету то есть штраф от 25 до 50% от непробитой суммы по кассе если вы не выдали чек например но при этом не менее 10 тысяч и соответственно в этом случае ужесточены еще правила работы с кассовыми аппаратами регистрации кассовых аппаратов и вообще все что касается работы с денежной наличностью ну если вы не сдали налоговую отчетность то здесь кроме штрафа вам точно также грозит блокировка счета обратите внимание что по декларации взимается от 5 до 30 процентов суммы неуплаченного налога еще один момент вот какой то есть когда вы сдаете например корректировочную отчетность когда вы сдаете корректировочную отчетность вы помните что вы должны сначала заплатить налог а потом подать отчетность в этом случае у вас не будет штрафных санкций если вы подаете недостоверные сведения то в этом случае у вас тоже будут штрафные санкции но единственная скажем так положительная динамика что сейчас больше распространения получились смягчающие обстоятельства то есть вы можете писать в налоговую письмо что с хадатайсом о том чтобы были применены смягчающие обстоятельства то есть то что вы допустили нарушение первый раз то что у вас не было злого умыслу вы не хотели обмануть родное государство а вот просто так совпало то есть вы пишете что мы признаем свои ошибки принимаем меры для их устранения в общем очень виноваты постараемся это не допускать особенно если либо незначительная просрочка по дням то есть там один два три дня либо небольшой ущерб нанесен либо еще какие-то смягчающие обстоятельства в этом случае вас могут и полностью как бы вас освободить от ответственности и не выставлять штрафа но вот если вы ссылаетесь на стихийные бедствия на какие-то другие форс-мажорные обстоятельства на болезнь то в этом случае вы должны предоставить документы ну соответственно либо больничные листы либо справки о том что у вас ограбили или у вас случился пожар и так далее и вот мы подошли к самым наверное большим штрафным санкциям которые сейчас у нас действуют это штрафные санкции за воинский учет многие предприятия к этому относились достаточно спустя рукава то есть не ввелся воинский учет но вопрос почему не ввелся у нас одни девочки то есть вот теперь у нас не ведение воинского учета это штраф до 400 тысяч рублей и здесь именно в воинском учете почему я на нем делаю акцент нужно понимать что сам воинский учет тоже изменился и теперь изменились ну во-первых изменились призывные сроки мы об этом еще скажем второе то есть изменился состав отчетности которую мы теперь должны представлять военкоматы напомню что военкоматы отчетность представляется по камести не в электронном виде то есть для того чтобы своевременно все дать нужно посетить военкомат выяснить по каким формам сдавать отчетность потому что некоторые территориальные органы власти как бы разрабатывали свои бланки чтобы не оказалось что вы подали не на тех бланках отчетность и после этого вы можете подавать отчетность напомню что в программе сейчас мы с вами переключимся на первоначальные настройки которые у нас находятся в разделе НСИ и администрирование работа с воинским учетом ЕРП у нас требует дополнительной активации то есть первоначально в разделе НСИ и администрирование мы с вами должны в меню организации если у меня как мультифирменный учет по первым настройкам задан в меню организации выбрать нужное юрлицо и карточка наших организаций зайти на закладочки учетная политика и налоги учетная политика сама по себе требует чтобы ее все проверили а вот закладочка зарплаты кадры вот здесь вот воинский учет вот как видите у меня сейчас настройка активирована для того чтобы вот здесь появился раздел воинский учет мне нужно раздел НСИ и администрирование раздел кадры кадровый учет вот видите спуститься немножко ниже и после штатного расписания у меня есть блок воинский учет и для того чтобы на закладочке зарплата у меня отражался в воинский учет мне нужно проставить вот эту галочку то есть вот этот чекбокс как только я проставила эту галочку мне добавился один отчет который я должна сдавать если я хочу например использовать возможность бронирования использования льгот которую мне есть то я должна поставить еще эту галочку эта галочка мне добавляет еще два отчета Ну, соответственно, если я это все проставила, то после этого я могу смело возвращаться на закладочку зарплата. И здесь у меня есть раздел воинский учет. Ну и, соответственно, я уже добавляю сюда записи, которые соответствуют моим реалиям. А в этом случае у меня... Так, это мы с вами сейчас закроем. И в разделе кадры и в разделе зарплата появляется блок воинского учета. То есть, как вы видите, документы, которые мы должны предоставлять для воинского учета, у меня есть в программе, я могу спокойно его ввести. А вот сверка карточек воинского учета, это та операция, которую я сейчас должна делать в обязательном порядке. Ну и, соответственно, подавать сведения военкомат в этом году мы должны уже в другие сроки. То есть, если раньше это было две недели, то с прошлого года это пять дней. То есть, по аналогии с отчетом ЕФС-1, там мы подаем сведения по кадровым мероприятиям на следующий рабочий день. Ну, а банкомат у нас на четыре дня больше, то есть пять дней для подачи сведений. Так вот, значит, первая галочка, которую мы с вами проставили, что мы ведем воинский учет, это списки работников, которые мы раньше должны были предоставлять 15-16-летнего возраста. И до первого ноября мы должны были списки эти подавать в военкоматы и, соответственно, потирать ручки, что мы выполнили обязанности перед Родиной. Сейчас мы должны эти списки отправлять не нужно. Сейчас мы должны информировать военкомат, если мы обнаружили в документах воинского учета, которые мы требуем с сотрудника при приеме на работу, какие-то недостоверности, исправления, неточности. Если документ вызывает опасение, что он подделанный, ну, то есть о любых неточностях. И, соответственно, если у нашего сотрудника произошли какие-то изменения в семейном положении, то есть, например, он вышел замуж, заключил брак, развелся, сменил фамилию, ну, то есть все изменения в эти сведения мы должны отразить для отчета в военкомат. Но самое интересное по поводу отчетности военкомата у нас дальше. Теперь предприятия-работодатели должны сами вручать повестки своим сотрудникам. То есть, если из военкомата поступила повестка, мы ее должны вручить лично и не позднее, чем за три дня до назначенного срока явки в военкомат. При этом, обратите внимание, мы ее должны вручить не просто, а со свидетелями. Если работник отказывается от получения повестки, то мы должны составить документ, в котором это зафиксировано и в обязательном порядке сдать его в инкомат. То есть, на этом документе должна быть отметка, где зафиксирована дата, должность, фамилия лица и, соответственно, его подпись, подпись сотрудника, который вручал повестку и подписи имена тех, кто при этом присутствовал, то есть свидетелей. То есть, не просто сказать Иванову, вот тебе повестка, а он говорит, да, ну, нафиг не надо. Это должно быть сделано в официальном порядке. И вот это нарушение, если вы вдруг по какой-то причине не выдержали дату, не выдержали срок, а вручили с нарушением, то есть у вас не было свидетелей, или вы вообще не вручили эту повестку. Вот это нарушение, вот эти нарушения, как раз таки теперь стали самыми дорогостоящими. То есть, штраф за неоказание содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации. Это для должностных лиц у нас штраф от 60 до 80 тысяч, а вот для организации это у нас штраф от 400 до 500 тысяч рублей. То есть, самый, как бы, дорогостоящий штраф. То есть, не оповещение работников о вызове по повестке в военкомат немножко меньше, но тоже сумма, как вы понимаете, 350 тысяч до 400 тысяч. Ну, и должностное лицо от 40 до 50 тысяч рублей. То есть, теперь для военского учета нужно в обязательном порядке, ну, как бы, закреплять ответственного работника, если у вас маленькое, например, предприятие, и уделять большое внимание, если вы не хотите нарваться вот на такие штрафы. Раньше у нас самый крупный штраф был за непредоставление отчетности по ценным бумагам. Там у них шаг был от 500 тысяч рублей. Ну, теперь вот пальма первенства принадлежит, пожалуй, что воинскому учету. И плюс у нас с вами с 1 января 2024 года изменились правила призыва. И, соответственно, у нас увеличен призывной возраст. Его увеличили на 5 лет. И теперь у нас призыву подлежат граждане от 18 до 30 лет. Ну, и вы видите, вот здесь тоже самое, немножко расшифровка. То есть, за что конкретно, какие штрафы для работодателей. Мы с вами на предыдущем слайдике тоже посмотрели. Но это чтобы, так сказать, вы прониклись в серьезности момента. Ну, и еще дополнительная ложка дегтя. У нас с 2024 года меняются правила по САУД. И, к сожалению, вот это тоже надо учитывать, потому что за этими сведениями потянутся другие дополнительные документы, которые потребуют того, чтобы их переделывать. И, соответственно, ну, это потребуется вложение материальных средств, поскольку потребуется привлечение специалистов. В связи с тем, что меняется методика проведения САУД, у нас, естественно, изменится и требования к местным локальным актам. То есть, это положение об оплате труда и опримировании. И, собственно говоря, еще изменится отчет сведения о травматизме на производство и профзаполиваниях. На этом мы, к сожалению, уже и так перебрали наше время. Мы снова переходим, я хочу вернуться к самому нашему первому слайдику, вот к этому, и напомнить вам наши контактные данные. То есть, наши телефоны, электронный адрес, адрес сайта. И пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Надеемся, что... На благотворное сотрудничество. И на этом разрешите попрощаться. Компания Кодерлайн желает вам хорошего дня. И предлагаем свои услуги. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова